Сергей Шнуров принял участие в съемках программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Лидер группы «Ленинград» не отказывался отвечать на личные вопросы, однако говорил о них так, чтобы ничего конкретного не сказать. Сергей Шнуров не относится к тем звездам российского шоу-бизнеса, которые полностью скрывают от общественности свою личную жизнь. Впрочем, не входит он и в число тех звезд, которые готовы вываливать на публику каждую деталь. Лидер группы «Ленинград» старается искать баланс, что еще раз продемонстрировала программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, участие в которой он принял. Музыкант охотно отвечал на любые вопросы, которые задавал ему ведущий, однако делал это так, чтобы ничего конкретного не сказать. Ярким примером может служить его рассказ о причинах поспешной свадьбы. Действительно, это обстоятельство показалось многим любителям последить за светской жизнью необычным и даже несколько скандальным, не успел Сергей Шнуров развестись, как тут же вновь поставил штамп в паспорте. В разговоре с Иваном Ургантом музыкант назвал причину такого подхода «Знаете, а я просто всегда готов. Я вообще люблю свадьбы, поэтому никогда не останавливаюсь», заметил он. У некоторых зрителей сложилось впечатление, что реальной причины такого поступка он так и не назвал. Впрочем, возможно, что никакой причины и не было, а Сергей Шнуров действовал по наитию. Как писали дни. РУ – церемония бракосочетания Сергея Шнурова и его молодой избранницы, 26-летней светской львицы из Екатеринбурга Ольги Абрамовой, состоялась во дворце бракосочетания номер один на английской набережной в Санкт-Петербурге. Роспись прошла в обстановке строжайшей секретности. Артист не стал слушать торжественные речи работников ЗАГСа и покинул здание спустя пять минут. Ольга стала четвертой женой исполнителя. Примечательно, что с третьей женой Матильдой Шнуров развелся в мае 2018 года, а о его свадьбе с новой избранницей стало известно уже в октябре.